Сегодняшним днём открытых дверей мы даём старт приёмной кампании 2017 года. Сегодня с вами встретятся директора институтов и высших школ нашего университета. Вы будете иметь возможность задать любые интересующие вас вопросы про ректору по учебной работе, ответственному сектору приёмной комиссии Южноуральского государственного университета, заместителю начальника факультета военного обучения и ещё очень-очень многим людям, которые создают вот эту сказку. А эта сказка – это Южноуральский государственный университет. И по нашей традиции мы начинаем нашу встречу гимном Южноуральского государственного университета. Радость открытия, поиска смелость, Жажда познания студенческих лет. Мы, милая юность, ты наша зрелость, Южноуральский университет. Верим наставников, верим в науку, Ты в нашей жизни счастливый билет, Верим на стеречной клянёмся другу, Южноуральский университет. Я в окна звездаю мыдливый манящий, А в окна звездах сияет твой погубитель, Возь между будущим и настоящим, Южноуральским университет. Спасибо большое. Я хочу пригласить на эту сцену для открытия Дня открытых дверей и для того, чтобы рассказать о том, что на сегодняшний день ждёт всех пришедших в наш университет, проректора по учебной работе, доктора экономических наук, профессора-депутата городской думы города Челябинска, Андрея Владимировича Шмидта. Добрый день, дорогие абитуриенты, уважаемые родители, уважаемые коллеги. По поручению ректора университета, профессора Шестакова Александра Леонидовича, присутствующих здесь деканов факультетов, директоров институтов и высших школ, представителей профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета, я рад вас приветствовать в актовом зале Южноуральского государственного университета. Сегодня весь наш дружный коллектив проводит для вас День открытых дверей. Наша встреча носит ознакомительный и мотивационный характер. В ближайшее время каждому из вас предстоит сделать один из самых главных выборов в вашей жизни – выбрать будущую профессию. Но перед этим всем вам предстоит определиться с набором предметов единого государственного экзамена, успешно сдать его и получить аттестат зрелости. Поэтому наша задача сегодня – дать вам максимум информации о нашем университете, учебном заведении, уникальном – познакомить вас с правилами и условиями приема в университет и порекомендовать, какие предметы в рамках единого государственного экзамена вам стоит выбрать. Ровно год назад Южноуральский государственный университет выиграл конкурс по вхождению в программу 5.100. Эта программа направлена на закрепление в рейтинге среди ведущих университетов мира. Что это дает всем нам, дает университету и его студентам? Во-первых, это признание потенциала университета во всероссийском высшем образовании. Во-вторых, эта программа позволяет выйти на уровень ведущих университетов мира. ЮРГУ становится универсальным передовым учебным заведением, которое вобрало в себя лучшие мировые практики. Таких вузов в нашей стране очень немного, а в Челябинской области такой университет единственный. Таким образом, наш университет к 2020 году должен стать глобальным центром образования и науки. И ключевым моментом здесь является прежде всего уровень научных исследований. Для того, чтобы достичь таких высоких результатов, коллективом университета была разработана и защищена на Международном совете в соответствующая дорожная программа или дорожная карта наших действий. В основе проекта 5.100 следующие четыре ключевые позиции, четыре международных мегапроекта. Я бы хотел остановиться на этом подробнее. Во-первых, это исследования в области аэрокосмоса, где главными являются инженерные и естественно-научные направления нашего университета. Сегодня в Челябинской области наблюдается увеличение спроса на инженерные специальности. Все больше выпускников школ выбирают физику в составе единого государственного экзамена. Университет располагает в этом плане большим количеством бюджетных мест, и сегодня ответственный секретарь приемной комиссии Александр Васильевич Губарев это покажет. Второе направление – это обработка больших массивов данных или бигдейта и суперкомпьютинг. Мы являемся лидерами в этом направлении в нашей стране, мы являемся лидерами также в международном пространстве. Этот проект связан с развитием современных информационных технологий и суперкомпьютинга, которые пронизывают все направления развития нашего университета. Третье актуальное направление – современное направление мирового уровня, это создание новых композитных материалов, в том числе с применением нанотехнологий. Эти материалы используются в альтернативной энергетике, в солнечной энергетике, в водородной энергетике, и мы в этом направлении начинаем работать с научными центрами не только нашей страны, но и с зарубежными коллегами. А четвертое направление относится к человеку. Человек – это главное, мы должны помогать ему развиваться, иметь комфортную среду. В университете появилось новое направление научных исследований, это молекулярные механизмы борьбы со стрессом. Для достижения успеха по данным ключевым направлениям в университете создана уникальная научно-исследовательская лабораторная база, данные научно-образовательные центры оснащены уникальным оборудованием мирового уровня. В нашем университете создана лаборатория суперкомпьютерных технологий, построен компьютер, аналогов которому нет в России. Также в ЮРГУ созданы лаборатории в области электроэнергетики, энергоснабжения в области металлургии и современного машиностроения, химии и физики. Перечисленные приоритетные направления являются глобальными в развитии человечества, но это не значит, что мы работаем только с ними. В университете гармонично развивается гуманитарное, естественно, научное и техническое образование. В Южноуральском государственном университете реализуются уникальные учебные программы для подготовки журналистов. Среди студентов они могут применять свои знания на практических занятиях в 360-градусном юсруме. Для подготовки высококлассных инженеров, экономистов, менеджеров, лингвистов мы используем технологию обучения в элитных группах. Абитуриенты, чьи баллы за выпускные экзамены выше средних, автоматически попадают в группы элитной подготовки. На протяжении всего обучения с ними будут работать лучшие преподаватели нашего университета, а также приглашенные ведущие профессоры из зарубежных стран, таких как Америка, Европа, Азия. Мы делаем упор также на проектный подход в обучении, и сегодня мы об этом вам расскажем подробнее. Важно, чтобы каждый выпускник Южноуральского государственного университета мог реализовывать свои разработки в любой сфере. Особое внимание уделяется развитию англоязычной среды в университете. Сегодня мы ставим задачу, чтобы каждый выпускник владел английским языком на профессиональном уровне. Это обеспечит его конкурентноспособность на международной арене. Это очень важно, так как дает дополнительные преимущества как университету, так и его студентам. Все изменения, которые сегодня происходят в университете, проводятся для студентов, чтобы они были конкурентноспособны не только на региональном, всероссийском рынке труда, но и на международном. Если вы выберете Южноуральский государственный университет, вы сможете выбрать практически любую специальность. Сегодня у нас реализуется свыше 200 образовательных программ. В Юргу вы получите прекрасное образование, которое обеспечит вам отличную жизненную траекторию в будущем. Согласно данным бизнес-сообщества Российской Федерации, Южноуральский государственный университет входит в 15 лучших вузов России, чьи выпускники имеют большую заработную плату по окончанию, нежели их коллеги из других вузов. Нам нужны хорошие студенты, которые вместе с профессорско-преподавательским составом стараются взять от университета все, что он может дать. И таких студентов сегодня у нас много. Я должен сказать, что жизнь в Южноуральском государственном университете очень напряженная, но и при этом очень интересная. Здесь мы поддерживаем свыше 30 творческих коллективов, и наши студенты прекрасно выступают на творческих фестивалях и конкурсах различного уровня. Спортивный факультет и спортивная жизнь нашего университета также являются эффективной. Каждый год наши студенты приносят более 10 медалей с чемпионатов различного уровня России, Европы и международных соревнований. Активно развивается в университете также студенческое самоуправление. Ежегодно программу школы молодого лидера проходят свыше полутора тысяч студентов-первокурсников. Дорогие друзья, таким образом Южноуральский государственный университет имеет хорошую базу для подготовки высококлассных специалистов. Поступление в наш ВУЗ поможет вам получить отличное образование и сделать карьеру не только в Российской Федерации, но и за ее пределами, за рубежом. Поэтому, дорогие друзья, делайте правильный выбор, поступайте в Южноуральский государственный университет. А мы продолжим рассказывать вам о тех конкурентных преимуществах нашего университета, которыми мы очень-очень гордимся. Вы смотрели фильм, который был посвящен военному факультету, а затем и факультету военного обучения. И для тех из вас, кому очень интересно, каким образом можно соединить обучение в университете и службу в армии, я хочу пригласить на эту сцену заместителя начальника военного факультета полковника Крикунова Константина Николаевича. Добрый день, уважаемые старшеклассники, добрый день, уважаемые родители. Вот Юлия Олеговна начала говорить о том уникальном преимуществе, которое дает наш университет. То есть возможность пройти военную службу в период обучения. При этом я хочу обратить внимание, что, скорее всего, это заинтересует не только молодых людей, присутствующих в зале, но и девушек. На факультете военного обучения реализуются несколько программ подготовки. Это программа подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса. Различаются они, разумеется, содержанием и продолжительностью обучения. Продолжительность подготовки офицеров запаса составляет 2,5 года, сержанта 2 года, солдата 1,5 года. То есть в период своей основной учебы вы проходите подготовку на факультете и после окончания университета вам присваивается соответствующее воинское звание. То есть либо лейтенант запаса, либо сержант, либо рядовой. Вы зачисляете запас вооруженных сил и не подлежите призыву на военную службу. Но я хотел бы обратить внимание, что те, кто пожелает связать свою жизнь со службой Родине, имеют возможность поступить на военную службу по контракту. Как в вооруженные силы, так и в любые другие силовые структуры. Я хочу сказать, что у нас довольно много примеров, когда наши выпускники делали успешную военную карьеру, дослуживались в том числе до генералов. В этом году мы достигли соглашения о подготовке кадров в интересах службы защиты государственной тайны Министерства обороны Российской Федерации и военной прокуратуры. И более 20 наших выпускников, те, кто закончил в этом году факультет военного обучения, те, кто закончил университет, изъявили желание и пошли проходить службу по контракту на офицерских должностях. Учитывая то внимание, которое сейчас уделяется государству вооруженным силам, то есть и размер денежного удовольствия, то есть заработной платы, и те социальные льготы, которые предоставляются военнослужащим, в общем-то это далеко не самые плохие условия для выпускника нашего университета. Каковы критерии отбора к нам на факультет? Прежде всего, это гражданство Российской Федерации и годность по состоянию здоровья к военной службе. Кроме этого, мы оцениваем успеваемость студента, степень его физической подготовленности, результаты профессионально-психологического отбора, то есть степень развития тех индивидуальных личностных качеств, которые необходимы для прохождения военной службы. Ну и, разумеется, мы оцениваем степень мотивации к службе. То есть, пройдя вот этот весь отбор, выстраивается дальше рейтинг, аналогично тому, который выстраивается при поступлении в университет, и затем производится зачисление кандидатам ту или иную программу обучения, либо офицер, либо сержант, либо солдат. Я хочу обратить внимание, что приоритет при подготовке офицеров запаса отдается тем студентам, которые будут обучаться на технических направлениях и специальностях. Кроме этого, на офицера запаса вы можете поступить со специальностью юриспруденция или правоохранительная деятельность. Набор на программу подготовки солдат и сержантов запаса производится абсолютно со всех специальностей. Я не зря начал свой рассказ с упоминания о том, что девушек, скорее всего, это тоже заинтересует, потому что девушки имеют возможность проходить подготовку по программе офицеров запаса на кафедре связи. В этом году и в прошлом году мы набрали два наших самых красивых взвода. Это взвода девушек. Учатся они нисколько не хуже парней, а в чем-то даже их превосходит. То есть многие из девушек, закончив университет, получив воинское звание лейтенант, затем идут служить и в вооруженные силы, и в любые другие силовые структуры. Поэтому мы ждем вас в университете и на факультете военного обучения. Спасибо. Константин Николаевич будет находиться в зале. Если у вас будут вопросы, вы по окончанию нашей встречи можете их задать. Вот на сегодняшний день, когда мы читаем и изучаем, анализируем рынок образовательных услуг, все чаще и чаще звучит, что в ряде вузов России внедряется проектное обучение. Мы сразу же хотим сказать, у нас проектное обучение внедрено уже давно. У нас работают студенческие конструкторские бюро. У нас работают малые предприятия, где ребята не просто разрабатывают проекты, они их внедряют для тех тем, которые необходимы на сегодняшний день как оборонной промышленности, так и реальному сектору экономики. У нас есть специализация, которая дает возможность уметь управлять проектами. И я хочу предоставить слово доктору экономических наук, профессору Леониду Александровичу Баеву, который в течение многих лет по поручению губернатора Челябинской области ведет чемпионат проектного управления с тем, чтобы вы послушали, приняли участие и сразу же создали для себя конкурентные преимущества при обучении в УЗИ. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, ребята. Вы знаете, мой доклад называется «Проектно-ориентированное образование в Южноуральском государственном университете». И, как Юлия Олеговна совершенно справедливо сказала, мы этим занимаемся давным-давно, и вот совсем недавно узнали, что это передовой край технологии образования. Поэтому мы сосли целесообразны в несколько слов сказать об этом. Первое, я хотел бы вам задать три вопроса, если вы позволите, на которые есть один ответ, один общий ответ. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, что нужно для успеха в жизни? Вопрос второй, а для успеха в образовании в Корее? Вопрос третий, а для успешного развития страны в целом? Как вы думаете? Будьте добры, дайте слайд, пожалуйста. Для этого нужно правильно ставить цели и наилучшим образом достигать их. Именно этим занимается прикладная наука и профессия управления проектами. Именно поэтому проектно-ориентированное образование сейчас выходит на передний план. Как вы думаете, где нужно проектное управление? И удел ли это только экономистов и управленцев? Будьте добры, следующий слайд. Посмотрите, вот это усеченная классификация проектов. Что здесь? Научно-технические, организационные, экономические, социальные и прочие, и прочие, и прочие, и прочие. И вот тут внизу написано, что практика показывает, что навыки и знания и умения в области проектного управления совершенно необходимы всем специалистам. Ничего для того, чтобы правильно ставить цели и наилучшим образом их достигать. Будьте добры, следующий слайд. Почему вдруг так активно сейчас в России внедряется управление проектами? Да дело в том, что идей у нас очень много, очень много. Но часто эти идеи непрофессионально подготовлены. Тем более их носители не всегда умеют грамотно разработать планы их реализации и еще в большей степени не умеют управлять доведением их до конкретных эффективных результатов. И вот как раз в этом плане и производится ориентация, мощная ориентация в нашей стране на проектное управление. Пожалуйста, следующий слайд. О чем я хотел сказать? Вот буквально неделю назад принят указ о создании проектного офиса в правительстве Российской Федерации. Вы знаете, что указ принят по рекомендации президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Второй момент. Почему этот указ принят? Да дело в том, что опыт показывает, что проектно ориентированные организации достигают наивысших успехов даже в условиях кризиса. О чем говорят примеры? Росатома – это самый передовой хай-тек в мире. И пример, скажем, Сбербанка, который в прошлом году в условиях кризиса получил прибыль, которая больше трети от всей прибыли банковской системы Российской Федерации. Ясное дело, что другие более мелкие предприятия проектно ориентированные тоже успешны в этом деле. Плюс к тому, и об этом сегодня говорилось, та программа 5.100, которая является пионерской и лидерской программой в области развития российского образования, тоже ориентирована и использует проектные технологии. Если говорить о среднем и малом бизнесе, то нужно сказать, что вот буквально в эту пятницу силами высшей школы экономики и управления нашего университета начинается реализация двух программ при содействии фонда инжинирингового образования и опоры России в Челябинске и в МИАСе. И нужно сказать, что действительно мы эту программу когда начинали, мы думали 20 человек группа там, 20 человек группа там, сейчас мы вынуждены перепланировать аудитории, потому что все желающие просто не входят в запланированные ранее. Что же касается студентов, нужно сказать, что буквально завтра команда нашего университета вылетает в Москву на конкурс, длительный конкурс, организованный фондом Рыбакова. Кто такой Рыбаков? Это один из богатейших инноваторов России, кстати, уроженец Магнитогорска. Что предлагается в этом проекте? Предполагается, что студенты вузовских команд, куда входят реально и технические студенты технических специальностей, и юристы, и экономисты, я по существу называю состав нашей команды, будут разрабатывать проекты социально-экономического развития, получая соответствующие гранты от 100 тысяч до миллиона рублей. И вот завтра в Москве открытие этой программы и наши дети с металлургического факультета, извините, я по инерции беру старое название, вот юристы и экономисты туда вылетают. Что же касается разнообразия сфер применения проектного управления, то я об этом уже неоднократно сказал. Будьте добры, следующий слейд. И вот теперь несколько слов о проектно-ориентированном образовании. Суть его в чем? Суть в том, что создаются проектные команды из студентов разных специальностей, которым прикрепляется куратор и которые в процессе обучения поэтапно разрабатывают и защищают конкретные проекты. Для чего? Для того, чтобы впоследствии, будучи специалистами, научиться правильно ставить цели и, что самое главное, эффективно их достигать. Надо сказать, что в этих технологиях первые публикации появились в 2012-2014 году. Как я уже сказал, в рамках второго высшего образования, в рамках магистратуры мы занимаемся в нашем университете этим более 10 лет. Пожалуйста, следующий слайд. С прошлого года эта технология внедряется в подготовку бакалавров. Следующие шаги. Первое. В процессе обучения студенты генерируют проектные идеи, которые проверяются на прочность так называемым краш-тестам. Формируются команды, к которым прикрепляются кураторы. Третье. В учебном режиме разрабатывается и защищается конкретный проект. Часто эти проекты весьма-весьма реальны. Наш опыт показывает, что они потом востребованы различными предприятиями. Не в массовом порядке. Ну, до массового порядка, естественно, нужно зарасти. Дальше. А дальше вот что. Дело в том, что вот по такой технологии обличаются все студенты, которые задействованы у нас на кафедре и теперь уже в высшей школе экономики и управления. Но лучших нужно продвигать дальше. И вот уже, по существу, подписан приказ о реализации в рамках университета чемпионата по проектам «Твой мир, твой проект». Опять же, этот чемпионат междисциплинарный. Более того, я должен сказать, что... Будьте добры, следующий слайд. Этот чемпионат, он проводится под идеей и под эгидой Международной ассоциации молодежного управления проекта «Янкарю». Сюда на защиту проектов прилетит ее президент по российскому направлению, вице-президент по международному направлению. Вот и здесь наш вуз тоже является пионером. В каком плане? Да дело в том, что принято решение уже в Москве о проведении на базе нашего вуза первого национального чемпионата по проектному управлению среди молодежи в возрасте до 35 лет. Защиты проектов будут проводиться на английском языке по одной простой причине. Во-первых, победители этого чемпионата будут получать сертификат специалиста международного уровня в области проектного управления. И во-вторых, победители этого чемпионата будут представлять нашу страну на чемпионате мировом. Вот это тоже то, что наш университет имеет в явном преимуществе по отношению к другим высшим учебным заведениям. Будьте добры, еще следующий слайд. Теперь вот тот чемпионат, о котором говорила Юлия Олеговна. Дело в том, что семь лет подряд, в этом году восьмой, по поручению губернатора Челябинской области мы проводим чемпионат по проектному управлению среди школьников, который реализуется практически в течение года, включает в себя шесть этапов, и является профессионально ориентированным. Я думаю, что здесь присутствуют школьники, которые в этом чемпионате участвовали, которые могут сказать, что цель его достигается. А цель какая? Не рассказать о перспективном направлении образования и профессиональной деятельности, а дать возможность познакомиться вам с ним впрямую. В этом году, я думаю, что этот чемпионат будет продолжаться. Естественно, мы будем выходить к вам с предложением в нем участвовать. Пожалуйста, следующий слайд. Что я хочу сказать в заключении? Дело в том, что в силу того, что проектное управление очень широко используется во всех областях и сферах деятельности и внедряется в образовательный процесс, мы совершенно уверены, что это не удел экономистов и управленцев. Это необходимые условия профессионального роста и развития всех специалистов во всех областях деятельности. Почему? Да потому что это та прикладная наука, которая позволяет правильно ставить цели и наилучшим образом их достигать в жизни, в учебе, в работе, в развитии страны в целом. Вот, собственно, все, что я хотел сказать о проектном управлении. Спасибо. Вопросы, если будут, Леонид Александрович здесь в зале, и затем он останется здесь в зале для того, чтобы дать все возможные и нужные консультации. А я продолжу наш рассказ о конкурентных преимуществах Южноуральского государственного университета и тех возможностях, которые вы, абитуриенты, имеете у нас в университете. Итак, самое первое, о чем я сейчас буду говорить, в зависимости от того, какой слайд появится, он будет касаться или олимпиад, или возможности участия в различных профильных конкурсах и олимпиадах наших высших школ и институтов, и говорить о том, что проектное обучение, возможность заниматься проектной работой, возможность участвовать в реализации целевых программ есть у каждого нашего студента. То есть университет дает не только какие-либо теоретические знания, университет создает предпосылки для того, чтобы вы могли с первого курса заниматься наукой и заниматься проектной практической деятельностью. Для того, чтобы вы имели конкурентные преимущества при поступлении в наш вуз, в 2013 году Южноуральская олимпиада школьников получила новое звучание. В нее вошло в виде соорганизаторов 58 вузов России и 16 государственных корпораций, включая Госкорпорацию Ростехнологий, Госкорпорацию Росатом, Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, Объединенную двигателестроительную корпорацию, Росэлектронику для того, чтобы наши ребята, начав свой путь с многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», обучаясь в наших вузах, имели возможность проходить практику на любом из предприятий государственных корпораций, а затем и строить карьеру как дипломированные специалисты. В этом году многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которая проводится среди учащихся 6-11 класса по учебным предметам, а по профилю техника и технология с 7 по 11 класс даст свой старт отборочному этапу 1 ноября. В многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» в прошлом году принимало участие более 216 тысяч школьников всей Российской Федерации. Все федеральные округа и практически все регионы России принимают в ней участие. Основным организатором и оператором олимпиады является Южноуральский государственный университет. Олимпиада включена в два перечня. Перечень олимпиад школьников Российского Союза ректоров, дающих определенные льготы для поступления в высшие учебные заведения, и перечень тех мероприятий под эгидой президента Российской Федерации, которые дают возможность победителям и призерам, поступив в ВУЗы, претендовать на получение президентского гранта в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на весь период обучения. Поэтому олимпиада в двух перечнях, олимпиада развивается. В этом году в перечне олимпиад школьников, дающих преимущественные права на поступление предметы русский язык, естественные науки, история и восемь профилей техники и технологии. Каждый профиль мы проводим в разное время, давая вам возможность поучаствовать в каждом из них и написать вот именно тот индивидуальный проект по решению инженерной проблемы. Это уже не предметная олимпиада, это креативная проектная работа, которую индивидуально каждый выполняет. В школах Челябинской области отборочный этап, согласно расписанию, который вы видите, будет проводиться прямо на территории школ, поэтому участвуйте, принимайте более активное участие, а в феврале-марте мы будем проводить заключительный этап. Для города Челябинска он проводится в городе Челябинске как в самом Южноуральском государственном университете, так и на площадках отдаленных районов. В металлургическом районе на площадке юридического института, в советском районе на площадке экономического колледжа проводится, в тракторозаводском районе на площадке института спорта, туризма и сервиса идет проведение. Во всех городах Челябинской области есть площадки для проведения заключительного этапа. Не нужно даже зимой в гололед, стужу, тратить деньги, приезжать в Челябинск. Условия все для вас созданы. Победители и призеры Олимпиад получают дипломы. Те предметы, которые не входят в перечень в этом году это общество знания, право, экономика, психология, имеют возможность также получить дипломы Южноуральского государственного университета и многопрофильные инженерные олимпиады «Звезда», которые учитываются как индивидуальные достижения при поступлении в ВУЗ. Что это дает, я чуть позже скажу. Наши ребята, победители и призеры, награждаются путевками во всесоюзные детские центры «Орленок» и «Артек». За прошлый год 380 человек мы направили в эти оздоровительные всероссийские центры на профильные смены. Мы были в прошлом году на международном авиасалоне, где президент Российской Федерации встречался с нашими ребятами, победителями и призерами «Звезды» в области авиастроения и ракетостроения. В этом году мы награждали ребят на гидроавиасалоне в городе Геленджик, в Государственной Думе. На прошлой неделе мы были на награждении в Государственной Корпорации Ростехнологии, поэтому наши ребята имеют возможность вот как можно более активно включаться во всю деятельность. Что дают Олимпиады и конкурсы, которые еще проводятся у нас в университете? В течение 48 лет университет является председателем Российской Ассоциации Международной Игры Одессея Разума. И здесь в нашем зале проводятся как отборочные этапы, так и заключительные. Каждые три года мы проводим Еврофест Одессея Разума, куда съезжаются все европейские государства для того, чтобы поучаствовать в Одессея Разума. Проводим мы Олимпиаду «Шаг в будущее» в созвездии НТТМ. Университет активно развивает профильные олимпиады высших школ. Одни из наиболее известных — это автомобили безопасность, чемпионат по проектному управлению, о котором только что Леонид Александрович рассказывал. Международный фестиваль кулинарного искусства, который в этом году впервые будет проводить правоприемник Института экономики, торговли и технологий — Высшая медико-биологическая школа. Это международное событие, которое собирает лучших рестораторов, лучших шеф-поваров, ресторанов не только Российской Федерации, где ребята могут выставить все свои кулинарные шедевры. Вчера мы открыли Международный фестиваль творчества — правоприемник областного фестиваля конкурса «Будущее России», где вчера в номинации «Хореография», «Художественная школа» и «Артзабавы» приняли участие 892 человека. Все победители и призеры данных мероприятий имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, учитывая их индивидуальные достижения. Что же дают ваши баллы ЕГЭ, что дает ваше участие в олимпиадах и конкурсах в виде стипендиального обеспечения в нашем университете? Я сразу хочу сказать, что все поступившие на первый курс на бюджетную форму обучения имеют право получить от правительства Российской Федерации и получают стипендию в размере 1480 рублей. Университет для поддержки талантливых, одаренных и самых лучших наших студентов, создал свою систему стипендиального обеспечения. В первую очередь, те ребята, которые являются победителями и призерами регионального или заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, а ваша победа и призерство в течение четырех лет является значимой, получают стипендию в размере на сегодняшний день 10 588 рублей в первом семестре, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь месяц, пять месяцев. Те ребята, которые имеют аттестат с отличием или, как раньше говорили, золотую медаль, являются победителями или призерами Олимпиад школьников, включенных в перечень Олимпиад школьников, или же это те студенты, которые поступают в университет и их совокупный балл ЕГЭ равен 250 баллов и более, в течение первого семестра получают стипендию 8 533 рубля. Это сегодняшняя стоимостная оценка, как только происходит изменение базовой части стипендии, эта стипендия также увеличивается. И, наконец, те студенты, которые имеют 215 баллов ЕГЭ, мы приглашаем их участвовать в интеллектуальном конкурсе «Будущее России» с тем, чтобы стать лауреатами стипендии этого конкурса, которое составляет также 8 538 рублей. Многие спрашивают, а что же происходит после первого семестра? Ну, в конце каждого семестра вас ожидает сессия, которой нужно готовиться не после Нового года, а готовиться нужно к ней, начиная с 1 сентября. И вот в зависимости от ваших учебных достижений которые вы накапливаете в течение года, в зависимости от ваших достижений в науке, в олимпиадном движении, в профориентационной работе, с волонтерской деятельностью, вашей активности в профсоюзной и общественных организациях ЮРГУ, стипендии могут быть разными. Максимальная стипендия в нашем ВУЗе составляет 25 000 рублей. Поэтому 30 видов стипендии дают возможность вам, став успешными в том или ином направлении и учась без троек, получать большую хорошую стипендию. Все в ваших руках. Это точно так же, как на вопрос, где я буду работать, мы всегда отвечаем. У нас есть очень много различных работодателей, у нас есть очень много интересных предложений. Вот как раз мы 3 ноября можем пригласить вас на день карьеры госкорпорации «Росатом», которые приезжают сюда, будут проводить различные конкурсные мероприятия, центральную лекцию и 10 предприятий «Росатома» по всей России, будут здесь набирать для себя студентов на практику и для дальнейшего трудоустройства. Мы условия предоставляем. Насколько вы себя зарекомендуете на практике, насколько вы покажетесь интересными и ресурсными для вашего работодателя, зависит, на какое рабочее место вас пригласят. У нас бывает, что ребята очень хорошо показывают себя на производственной практике и последний год обучения, к сожалению, они заканчивают уже на свободном графике, потому что работодатель предлагает им очень интересную, высокооплачиваемую работу и большой карьерный рост. Все в ваших руках. Вы можете буквально все, а мы ждем вас как на Олимпиаде «Звезда», на различных профильных олимпиадах наших высших школ и институтов. Мы ждем вас на всех наших мероприятиях. Именно поэтому мы сегодня вам раздали анкеты. Я прошу всех, у кого нет анкет, потом вот их на встречах в институтах заполнить, для того, чтобы мы могли давать вам сообщения обо всех новостях, которые происходят у нас в Южноуральском государственном университете. В чем будет заключаться приемная кампания? Венцом любой приемной кампании является 20 июня, затем 25 июля, затем август месяц, когда каждый может сказать студентам какого вуза он стал. И вот как пройти этот путь с сегодняшнего дня и до 3 августа, я хочу пригласить на сцену ответственнострия приемной комиссии доцента Александра Васильевича Губарева. Александр Васильевич, расскажите и покажите, что нужно сделать, чтобы быть успешным. Так, нелегкую задачу мне Юлия Олеговна сформулировала, но я постараюсь. Значит, моя задача, вот как я ее вижу, это облегчить жизнь нашим будущим абитуриентам, будущим студентам, вот именно в летний период создать для этого свои условия. Вот Леонид Александрович сейчас выступал здесь, да, я как первый раз слышал про проектное управление, откручиваю себя назад, вот в плане технологий приема в наш университет, мы, оказывается, 10 лет уже тоже какие-то вот эти вот основы проектного управления в плане организации приема тоже отслеживаем. Поэтому, ну, поехали по порядку. Следующий слайд, пожалуйста. Вот этот слайд, он создан 10 лет назад, как раз он немножко меняется в зависимости от изменения правил приема. 10 лет назад мы были впереди планеты всей, ну, планеты под названием Россия. Сейчас те положения, которые мы 10 лет назад реализовали в своем университете, они, ну, обязательно для всех вузов страны. Их три года назад включили федеральное правило приема. Поэтому, ну, наверное, наверное, видите и читаете, да, основное положение. То, что участие в конкурсе на три направления, вот, я оговариваюсь, да, я сейчас все рассказываю для тех, кто будет поступать после окончания школы или техникума, неважно, учреждения СПО, на бюджетное обучение, на программы бакалавриата и специалитета. Если вопросы будут по магистратуре, это потом индивидуально поговорим. Оговариваю сразу еще, да, то, что у нас в вузе реализуются все ступени образования, да, после школьного. Это программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, ну, и аспирантура дальше. Весь мой разговор в основном будет вот здесь вот сейчас про поступление на бюджетное обучение, на программы бакалавриата и специалитет. Так вот, в заявлении можно указать одновременно три направления подготовки или три специальности. От вас требуется всего один комплект документов, ну, и мы со своей стороны, вуз гарантирует максимальную открытость всех процедур приема, то есть вся информация обо всех участниках будет размещаться оперативно на сайте университета. Следующий слайд. Вот картиночка сложная, и вам ее в раздаче, наверное, раздали. Это кто как поступает, какие экзамены сдает. Поэтому я на этом слайде останавливаться не буду. Дальше будут комментарии вот уже по составляющим. Следующий слайд. Вот, ну, по опыту предыдущих встреч подобных, да, предполагаю, что в зале у нас в основном школьники. Ну, на всякий случай попрошу поднять руку выпускников колледжей, техникумов, то есть учреждений среднего профессионального образования. Так, одну руку только увидел. Две. Ну, ладно. Но я был прав, да, в основном это школьники. Значит, выпускники школ уже давно в нашей стране прием вузы только по результатам единого государственного экзамена. Вот у нас тут родители присутствуют еще, да, и если кто-то из родителей собрался поступить на программы высшего образования, вы зря улыбаетесь, таких достаточно много, да, то если это образование школа и закончена школа, пусть даже в прошлом веке, все равно надо сдавать единый государственный экзамен. Ну, все-таки в основном-то у нас нынешние школьники, да, выпускники техникумов могут поступать и по нашим экзаменам, могут сдавать единый госэкзамен. Одна из задач вот нашей сегодняшней встречи – определиться с выбором экзаменов. Перечень экзаменов я вам не могу со сцены рассказать, да, вы в раздаче его получили, определяетесь. Запись на экзамены, ну, вот в школах, наверное, уже сейчас вас требуют предварительные какие-то мысли, да, что собрались сдавать. Значит, наши рекомендации, они практикой приема, да, подтверждаются. Не ограничивайтесь минимумом экзамена, да, то есть русский язык, математика – это обязательно, это понятно, да. Значит, выбирайте еще два дополнительных, да, кто осилит, выбирайте три предмета с тем, чтобы потом была возможность выбирать между близкими специальностями, где окажутся, ну, разная набора экзаменов. Так, кто выпускники прошлых лет, может быть, присутствуют и захотят сдать экзамены, да, запись для Челябинска – это Володарского, 14. Запись до 1 февраля, ну, лучше раньше. Так, следующий кадр. Следующий кадр. Да, и не нужна, да, поэтому можно сдавать базовой. Но еще раз напоминание, да, и предупреждение. Вот достаточно часто летом приходится, ну, видеть слезы, да, и когда сделать ничего не можешь. Ну, хотел стать юристом, да, вот сегодня, а к лету решил пойти на куда-то, ну, в экономику, например, да, или в технари, в кавычках «в технари». А математика не сдана, и уже поздно, поэтому сдавайте обе математики, если, так скажем, сомневаетесь. То есть, чем больше сдадите экзаменов, тем легче будет делать выбор и участвовать в конкурсе и в наш вуз, и в другие, и больше шансов будет. Следующий кадр. Так, ну, увидели последнюю строчку, наверное, не прокомментировал. Для выпускников прошлых лет, то действительно результаты, начиная с 13-го года, результаты ЕГЭ. Ну, выпускников СПО у нас всего две руки, я в зале увидел, да, но тем не менее, для них. То есть, выпускники колледжей при поступлении в вуз могут предъявить как результаты ЕГЭ, если они имеются, так и сдавать наши вузовские экзамены, которые будут проводиться летом. Следующий кадр. Так, ну, это вот в плане исключения, да, на платное обучение. Для школьников прием даже на платное обучение только по результатам единого госэкзамена. Выпускники колледжа и техникумов будут приниматься по результатам собеседования. Следующий кадр. Так, льготные категории. Вот полный перечень льгот именно федерального уровня представлен на слайде, комментировать сильно не буду. Будут отдельные потом вопросы, у кого индивидуально, ну, дам консультацию, да, поговорим. Льготные категории. Льготники у нас поступают в пределах квоты, так называемой, да, То есть эта квота составляет 10-20 процентов. Величины этих квот, в принципе, хоть сейчас можете посмотреть на сайте университета, по каждой специальности они у нас опубликованы. Следующий кадр. Вот Юлия Олеговна про Олимпиады достаточно много вам говорила, да, и рекомендовала. Я поддерживаю ее рекомендации, ребят, участвуйте в Олимпиаде. Это, ну, помимо того, что просто интересно и познавательно, еще и, ну, дает какие-то дополнительные бонусы при поступлении в ВУЗ. Вот победителям российских Олимпиад, входящих вот в перечень Министерства образования, да, это либо поступление без экзаменов, да, либо 100 баллов вместо единого государственного экзамена. При условии, вот последнюю строчку, то вдруг кому не видно, да, 75 баллов по ЕГЭ по предмету Олимпиады. 75 баллов набрали, в Олимпиаде победили. Считайте себя студентами университета. Следующий кадр. Индивидуальное достижение, вот в третий год в стране, это, так скажем, новация задействована при поступлении в ВУЗ. Перечень индивидуальных достижений, которые наш ВУЗ предоставляет, вот он. Это спортивные соревнования высокого уровня победы. Это золотой значок ГТО, 10 баллов. Это аттестат с отличием, 10 баллов. Это результаты участия в Олимпиадах разного уровня, да, вот те, которые не дают право поступления без экзаменов, другие Олимпиады, тоже до 10 баллов. И волонтерская деятельность, здесь уже немножко поменьше, это 3 балла. То есть, если вот какие-то достижения есть, пожалуйста, приносите документы, мы их проверяем, и дополнительная к сумме баллов за результаты ЕГЭ, вот это вот сверху приплюсовываем. Значит, только обратите внимание вот на фигурную скобочку, да, если у вас вдруг есть все достижения, мы вас с удовольствием поздравим, да, но баллов все равно будет 10. Так, ну и сочинение, сочинение, итоговое сочинение школьников, которое вы будете писать где-то в декабре, наверное, ну, оно никак не влияет на поступление. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, это вот дальнейшее подтверждение по Олимпиаде, то есть, мы даем дополнительные баллы за индивидуальное достижение для участников всех Олимпиад, организатором которых или соучредителем является наш университет. Следующий кадр. Ну, здесь уже вот эти вот баллы, да, если запоминать, наверное, смысла большого нет, если у вас есть подобные достижения, будут к лету, да, следующего года, приносите, мы разберемся, какие баллы давать. Следующий кадр. Ну, уже к технологии, да, вот сейчас-то у вас понятна задачка достойно завершить школу, выбрать экзамены, получить высокие баллы. Что же делать потом? Как поступать в ВУЗы, да, у каждого из абитуриентов в соответствии с российским законодательством, да, есть право поступления в пять ВУЗов. Ну, надеюсь, у присутствующих один-то ВУЗ выбран уже, да, раз сюда пришли. Значит, как к нам поступать? Какие варианты? Ну, первый, самый простой вариант – это личными, лично, да, то есть прийти в университет, даты я там попозже покажу, и сформировать свое заявление. Вот наш опыт работы за 10 лет, да, привел нас к тому, что ребята у нас какое-то заявление рукописное не пишут, да, то есть мы сами помогаем по вашему желанию, да, по вашему выбору, формируем заявление, наша компьютерная система все это распечатывает, вы подтверждаете данные. То есть этот вариант, дальше покажу, как он работает, да. Другой вариант, наиболее такой объемный, доступный, мы же в 21 веке, да, век интернет-технологий, то есть ничего не мешает, все у нас сделано для того, чтобы любой человек мог подать заявление, ну, условно говоря, лежа дома на диване, да, через интернет. В этом году из, вот, в целом у нас появилось, к сентябрю месяцу порядка 15 тысяч абитуриентов, из них 3 тысячи подали заявление по интернету, не приходя сюда. Значит, есть еще вариант почтовый, вот, даже на слайде написал, да, не рекомендуем, ну, потому что очень высок процент неправильных заявлений по почте. Ну, ребята торопятся, да, аттестат положил, и все, сами разбирайтесь, куда я буду поступать. Так нельзя. Поэтому, либо по интернету, либо лично. Следующий кадр. Даты, ну, старт 20 июня. Понятно, вы, может быть, сейчас начинаете, так скажем, календарь в голове перебирать, у меня же еще выпускной вечер не прошел, да, и аттестат не получили, но обращайте внимание на последнюю дату. Для школьников это 26 июля, поэтому принцип там, кто раньше встал у того и укуль на ногах, да, он здесь не работает. То есть, неважно, вперед подал заявление или попозже, все участвуют в равных условиях. Исключение, вот, красненьким здесь для тех, кто поступает на специальности, ну, творческие, например, где у нас есть дополнительные вступительные испытания, это архитекторы наши, журналисты, спортсмены, еще есть ряд специальностей, да, там немножко пораньше нужно закончить подачу заявления до 10 июля, ну, и до 15 июля это выпускники колледжей, техникумов, иностранцы. Следующий кадр. Вот это так у нас работает наш регистрационный центр по приему заявлений, где наши ребята, которые в прошлом году сидели в этом зале, да, в этом, в 17 году, они уже будут помогать обслуживать новых абитуриентов. То есть регистрационный центр, это у нас порядка около 100 компьютерных мест, где наши студенты, да, бывшие абитуриенты помогают сформировать заявление. Следующий кадр. Это то, что я говорил, инструкция на сайте, вы ее можете сейчас посмотреть, да, как подать заявление по интернету. Ну, сейчас, естественно, прием не работает, но механизмы все сохраняются. Следующий кадр. Вот в заявлении можно указать три специальности, да, это как, ну, во всей стране. Я начал свое выступление с того, что мы 10 лет назад эти подобные технологии ввели. У нас было другое, несколько ограничений. Мы ориентировались на 20 специальностей одновременно. Но ряд вузов, я так предполагаю, что это столичные вузы, не справились с таким объемом, поэтому в стране нормативно ограничено тремя специальностями. Но мы хотим для своих абитуриентов сделать больше условий, поэтому следующий кадр. У нас есть механизм замены специальностей в заявлении абитуриента по интернету. То есть одновременно в личном деле, да, может быть указано не более трех специальностей, но если сегодня вижу, да, информации это много будет на сайте, что вот сюда вот на эту специальность шансов уже мало, а на близкую, похожую, где есть экзамены, там они остаются, пожалуйста, меняйте. Меняйте из дома, не надо приходить сюда, все это работает автоматически. Единственное условие, для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, вот для изменения, для корректировки своего заявления, нужно, чтобы в личном деле лежал подлинник аттестата. Так, следующий кадр. Ну вот уже до августа месяца добрались, это схема зачисления, даты зачисления. Схема немножко сложная, не всем понятная, но мы будем объяснять, рассказывать на сайте. Смысл в том, что заявление зачисления в число студентов бюджетного обучения, оно двухэтапное. Первый этап, это 80% бюджетных мест заполняются и через некоторое время, через 3-4 дня, зачисляются оставшиеся 20%. Лучше, лучше и спокойнее, да, попасть вот в первую волну. Следующий кадр. Вот для тех, я не знаю, есть ли в зале люди, те, кто ни разу не был на сайте университета. Одну, две руки увидел, и то, похоже, случайно поднял. Ну, можно опустить уже, да. Значит, все равно напоминание, да. Сайт университета разыскать очень просто. Любой поисковик по Южноуральской госуниверситете, либо просто ЮРГУ, да, в строке запроса, в первую строчку выводит сайт университета. Дальше нужно найти раздел абитуриенту. Ну, а там дальше разберетесь, да. Следующий кадр. Вот если ответов на сайте они нашли, хотя там есть все. Вот у нас консультанты в приемной комиссии работают очень просто, да. Открыт сайт университета. На любой вопрос там есть ответ. Но если вдруг все-таки не нашли, многоканальный телефон приемной комиссии, он бесплатный для звонящего. Поэтому звоните, обращайтесь или пишите письмо по электронной почте. Тоже получите ответ. Следующий кадр. Ну, еще вот одна особенность нашего университета, по крайней мере, в нашем регионе. Если абитуриент при поступлении дает нам разрешение на отправку ему смс-ок, ну, в общем-то, не вижу здесь смысла запрещать. То есть, если вы сообщили номер своего сотового телефона, то вся основная информация по ходу приема будет в форме смс отправляться к вам на телефон. И какая-то общая, и персональная в том числе. Ну вот, последняя строчка, она явно персональная, да. Чего? Всем и желаю сохранить эту смс-ку потом на память, да. Что поступил, стал студентом Южно-Уральского государственного университета. Чего всем и желаем, да. И детям, и родителям, чтобы они радовались за детей. Спасибо. Еще раз добрый день, дорогие абитуриенты, уважаемые родители. Сегодня мы собрались в этом зале полным составом. Здесь присутствуют мои коллеги, заведующие кафедрами Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета. Мы готовы дать вам полную исчерпывающую информацию по поводу обучения Высшей школы в школе экономики и управления. И с радостью ответим на ваши вопросы. У нас, значит, сегодня такая организационная встреча. Мы хотели бы дать вам полную информацию о Высшей школе экономики и управления. Затем рассказать об особенностях. У нас с сентября 2016 года начала функционировать зона элитной подготовки. Кроме того, у нас в большом количестве относительно, конечно, инженерных специальностей есть также и бюджетные места. Мы по тем контрольным цифрам приема, которые планируются на 2017 год, тоже хотели бы представить вам информацию. С октября 2016 года у нас начала действовать школа молодого экономиста. И мы хотели бы тоже сегодня до вашего сведения эту информацию довести. Ну и кроме того, учеба в университете – это, конечно же, прежде всего учеба, занятие, но также и насыщенная студенческая жизнь. И вот некоторые аспекты этой насыщенной жизни мы хотели бы тоже довести до вашего сведения. Но вначале несколько мотивационных моментов. Да, я тут приготовил слайды для того, чтобы вам было удобно воспринимать информацию. Жизнь любого человека неразрывно связана с экономикой, и это можно достаточно легко доказать. даже сегодня вы находитесь в этом зале на дне открытых дверей. Хотя многие из вас, безусловно, сегодня выходной день, могли поступить иначе, пойти куда-то в другое место, на интересное мероприятие, заняться спортом, пойти в кино. Но пришли вы здесь и находитесь в актовом зале на дне открытых дверей. Знаете почему? Готов объяснить. Вы здесь потому, что то время, которое потратите сегодня с нами, с Южноуральским университетом, и находитесь в этой аудитории, это время для вас наиболее эффективно, чем любая другая возможная альтернатива. Хотя, совершив выбор в пользу дня открытых дверей, сегодня вы, конечно же, от многих альтернатив отказались и таким образом несете так называемые альтернативные или умененные издержки. Но информацию, которую вы планируете получить здесь и сегодня, для вас она наиболее актуальна и принесет вам большую полезность, как показано на соответствующем слайде. Таким образом, вся наша жизнь пропитанная и неразрывно связана с экономикой и рациональным выбором человека экономического или homo economicus. Более полувека назад Джон Мейнрад Кейнс, один из самых авторитетных экономистов 20-го столетия, сказал следующее. «Идеи экономистов и политических мыслителей, и когда они правы, и когда ошибаются, имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности именно они и правят миром. Люди-практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влиянием, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого». Или другой известный экономист, австрийский экономист и философ, лауреат Нобелевской премии по экономике Фридрих Фон Хаек сказал следующее. «Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, ибо контролируя средства, нельзя не контролировать и цели. Экономическая свобода это свобода любой деятельности, включающей право выбора и сопряженной с этим риск и ответственность». Таким образом, дорогие абитуриенты, в последнее время бутуют мнение, что профессия экономиста не очень востребована. На самом деле это не так. Вот великие мыслители вам об этом говорят. Ближе к нашей стране. Все мы хотим жить, безусловно, в свободной стране с высоким уровнем качества жизни и благосостояния. От чего это зависит? Благосостояние всецело зависит от способности экономики обеспечить данное благосостояние. В 2015 году Российская Федерация по показателям уровня жизни занимала пока лишь 90 место среди всех стран. Возникает резонный вопрос, собственно, есть ли у нашей страны шансы подняться выше в этом рейтинге. Безусловно, есть. И эту задачу, дорогие друзья, будете решать вы, абитуриенты, я надеюсь, и будущие студенты и выпускники высшей школы экономики и управления ЮРГУ. Я приведу лишь один факт. На территории нашего государства сосредоточено 30% природных ресурсов. И это при численности населения, которое составляет всего лишь 2% от общей численности населения земного шара. То есть граждан России на планете Земля всего лишь 2%, которые владеют 30% природных богатств, ископаемых, как показано на слайде. Таким образом, у нас, по сути, две задачи. Суметь защитить и правильно распорядиться данным нам богатством. Сегодня, как никогда, России необходимы грамотные управленцы и экономисты. Здесь я хотел бы процитировать нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В современном мире мощь государства определяется прежде всего его экономической мощью, а потом, как производная, социальным состоянием, социальной и оборонной политикой. Если нет денег, в магазин не пойдешь, ничего не купишь, ни пушку, ни ракету, ни лекарства, поэтому экономика, она прежде всего и в основе всего. Выбирая сегодня экономическое направление подготовки в высшей школе экономики и управления, вы делаете правильный выбор, потому что экономика, она универсальна, она откроет для вас все сферы человеческой жизни и даст вам массу возможностей. Экономика, она актуальна. Как высоко квалифицированные экономисты, менеджеры, вы будете всегда востребованы во многих отраслях народного хозяйства. Экономика придаст вам будущим руководителям предприятий высокий социальный статус. Остановлюсь подробнее на направлениях подготовки бакалавров и специалистов в рамках высшей школы экономики управления ЮРГУ. Подготовка по экономическим управленческим специальностям в Южноуральском государственном университете с 2016 года ведется в высшей школе экономики и управления, которая вобрала в себя все лучшие традиции, профессорско-преподавательский состав наших легендарных факультетов экономических университетов. Это факультеты экономики и управления, экономики и предпринимательства международного факультета и института экономики торговли и технологий. Такое объединение состоялось решением ученого совета 29 февраля 2016 года. Теперь это одно подразделение, которое называется высшая школа экономики и управления. Подготовка проводится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по следующим направлениям и специальностям высшего профессионального образования. Это экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, торговое дело, экономическая безопасность, таможенное дело, инноватика, информационные системы и технологии, прикладная информатика. Кроме того, в структуре высшей школы экономики и управления экономический колледж, который осуществляет подготовку по следующим программам среднего специального образования, они также представлены на слайде. Это экономика и бухгалтерский учет по отраслям, реклама, земельно-имущественные отношения, товароведение и экспертиза, качество потребительских товаров. Нужно сказать, что абитуриенты, выбравшие экономический колледж, получат определенные преференции по окончании колледжа при поступлении в ЮРГУ, а именно эти абитуриенты зачисляются к нам на основе нашего внутреннего экзамена, который организует Высшая школа экономики и управления, минуя сдачу единого государственного экзамена. Подготовка проводится соответствующими кафедрами Высшей школы экономики и управления высоко квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Программа подготовки имеет большое количество актуальных профилей, которые отражают всю структуру экономической отрасли Российской Федерации. Остановлюсь на этом подробнее. Здесь я хотел бы представить своих коллег и соответствующие кафедры Высшей школы экономики и управления. Как я уже сказал, их у нас 13, плюс школа бизнеса и экономический колледж. Я представлю все наши подразделения, затем по окончанию нашей встречи, у кого возникнут вопроса, вы сможете с заведующими кафедрами и руководителями пообщаться. Первая кафедра экономики промышленности и управления проектами. Заведующий кафедрой Леонид Александрович Баев, профессор, доктор экономических наук, сегодня он уже на этой сцене перед вами выступал. Кафедра ведет подготовку бакалавров экономики и менеджмента в сфере управления промышленными предприятиями, а также проектного управления. Данные направления подготовки чрезвычайно актуальны для экономики нашего промышленного Уральского региона. Руководитель проекта сегодня одна из наиболее востребованных позиций на рынке труда. Вы научитесь оптимизировать процесс работы над проектом и контролировать каждый этап ее выполнения. От распределения ролей в проекте до оценки его конечной эффективности. Знания и навыки выпускников кафедры всегда крайне востребованы современными предприятиями. Следующая кафедра, которую я хотел бы представить, она также показана на слайде. Кафедра экономика и управления на предприятиях строительства и землеустройства. Заведующая кафедрой доктор экономических наук Шиндина Татьяна Александровна. Сегодня она находится в командировке на учебе повышения квалификации в Москве. Есть кто-то кафедру представляет? Да, есть представитель кафедры, сможете также с ним пообщаться. Подготовка высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли соответствует требованиям времени и приоритетам современной государственной политики, поскольку данная строительная традиционно играет значительную роль в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики и получает реальную инвестиционную поддержку на государственном уровне. Потребность в современных управленческих кадрах для предприятий стройиндустрии хорошо осознается руководителями ведущих предприятий Уральского региона. Кафедра готовит специалистов в области экономики строительной отрасли, анализа инвестиций, управления инвестиционно-строительными проектами, организации сметного дела и ценообразования в строительстве. Следующая кафедра экономики и управления на предприятиях сферы услуг, рекреация и туризма заведующая кафедрой кандидат экономических наук доцент Кудякова Татьяна Альбертовна данная отрасль экономики переживает бурное развитие в Уральском регионе и в России в целом превращаясь в ведущий сектор экономики. При этом на долю сферы услуг приходится более 60% ВВП Российской Федерации. Активно развивается туристический кластер гостиничный ресторанный бизнес малые предприятия сферы услуг. В связи с этим наблюдается устойчивый рост потребности в высококвалифицированных управленческих кадрах. Нужно сказать, что данная отрасль переживает рост даже во времена экономического кризиса. Следующая кафедра это кафедра логистики экономики управления на предприятиях транспорта снабжения и сбыта. Заведующая кафедрой исполняющая обязанности кандидат экономических наук доцент Левина Алена Борисовна. Направление торговое дело обеспечивает студентам полноценную экономическую подготовку. В учебный план входят такие дисциплины как экономика организации, статистика, бухгалтерский учет, коммерческая деятельность, маркетинг. Уделяется внимание гуманитарным предметам, которые повышают профессиональный уровень и компетенцию будущих специалистов по торговле. Например, изучается менеджмент правового регулирования профессиональной деятельности, рекламной деятельности, информационные технологии профессиональной деятельности. Кафедра финансов, денежного обращения и кредита. Заведующий кафедрой доктор экономических наук профессор Игорь Александрович Баев также сегодня здесь с нами в этом зале. Финансовый менеджер отвечает за управление денежными средствами предприятия. В любой компании, деятельность которой так или иначе связана с получением дохода, финансовый менеджер является одним из важнейших специалистов. Он берет на себя задачу по планированию потоков денежных средств, им принимаются решения об их размещении, получении кредитов, планировании бюджета. Среди общепрофессиональных дисциплин будущие финансисты осваивают бухгалтерский учет, экономический анализ, банковское дело и основы аудита. К специальным дисциплинам относятся такие предметы, как теория финансов, теория денег и финансовых рынков, финансовый менеджмент, финансовый анализ, инвестиционный анализ. В практику наши бакалавры проходят в отделениях банков и финансовых отделов различных организаций. Следующая кафедра это кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита заведующей кафедрой доктор экономических наук профессор Просвирина Ирина Игоревна. Кафедра готовит экономистов, осуществляющих профессиональную деятельность в финансовых отделах и бухгалтерских службах коммерческих организаций различных сфер деятельности производственной и торговой, а также налоговых органах, органах федерального казначейства во внебюджетных фондах. Деятельность экономических субъектов невозможна без организации учетных процессов и подготовки бухгалтерской финансовой отчетности по итогам работы в отчетном году, анализа деятельности и принятия современных управленческих решений. Поэтому данная профессия всегда будет востребована, в особенности тогда, когда мы, я имею в виду Российскую Федерацию, переходим на международные стандарты финансовой отчетности. И кроме того, вот кафедра бухгалтерского учета в нашем университете, мы видим такую цель и задачу стать одним из центров вообще-то компетенции на всероссийском уровне в области бухгалтерского учета. кафедра маркетинга, заведующая кафедрой доктор экономических наук, профессор Ирина Юрьевна Окольничникова здесь, в этом зале. Выпускники владеют навыками стратегического, экономического и оперативного планирования в условиях рыночной экономики, осуществления анализа и координации деятельности всех структур предприятия с учетом изменений в конъюнктуре рынка, обладают опытом использования ключевых инструментов маркетинга для регулирования стратегии предприятия в условиях конкуренции. В спектре умений маркетолога развития товарного ассортимента, определения ценовой политики, выбор каналов распределения, формирование коммуникационной политики предприятия и так далее. Эти знания и навыки выпускников данной специальности позволяют им претендовать на престижную работу. Следующая кафедра Высшей школы экономики управления это кафедра управления инновациями в бизнесе заведующей кафедрой доктор экономических наук доцент Бабанова Юлия Владимировна. В учебном плане направлений новатика сочетаются экономические, управленческие и инженерно-технические дисциплины. Студенты изучают системные анализы механизмы принятия решений, промышленные технологии и инновации. Студируют метрологию, стандартизацию, сертификацию, теоретическую инноватику, маркетинг в инновационной деятельности. Практикуются в управлении инновационной деятельностью и инновационными проектами. Следующая кафедра высшей школы экономики управления это кафедра информационных технологий в экономике заведующей кафедрой доктор технических наук профессор Борис Максович Суховилов. Здесь бакалавры получают общую теоретическую подготовку в области разработки, управления и эксплуатации информационных систем, автоматизации предприятий и производств, организации работы IT служб предприятий. Помимо информационных дисциплин изучают логистику, стратегический менеджмент, информационное право, моделирование и оптимизацию бизнес-процессов, архитектуру корпоративных информационных систем, обязательная составляющая обучения это тренинги по овладению практическими инструментами работы. Кафедра экономики труда и управления персоналом. Заведующая кафедрой доктор педагогических наук профессор Резанович Ирина Викторовна. Стать хорошим специалистом студентам помогает целый ряд изучаемых дисциплин, среди которых экономические, управленческие, правовые и социальные. С первых курсов студенты проходят весь спектр экономических предметов, статистику, экономическую теорию, финансовый менеджмент, маркетинг, правоведение, управление персоналом и психологию труда, что позволяет молодым людям овладеть профессиональными навыками, а затем отточить их на практике, которые обычно проходят в ведущих кадровых службах наших компаний. Кафедра экономическая теория, региональная экономика, государственное и муниципальное управление. заведующая кафедрой доктор экономических наук профессор Антонюк Валентина Сергеевна. Да, здесь Антонюк Сергеевна с нами сегодня в этом зале. Областью профессиональной деятельности специалистов в области ГМУ является управление на федеральном, региональном и муниципальных уровнях власти. Основные направления профессиональной деятельности специалистов это обеспечение эффективного управления в органах государственной и местной власти в соответствии с требованиями и тенденциями развития социально-экономической и политической среды, совершенствования экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, решения вопросов взаимодействия государства и его региональных и муниципальных образований. Дорогие друзья, движемся далее. Кафедра экономической безопасности заведующей кафедрой доктора экономических наук доцент Анжелика Викторовна Карпушкина. В обязанности специалиста по экономической безопасности входят расчет экономических и социально-экономических показателей, производство судебных экономических экспертиз, экономическая экспертиза нормативных актов, разработка рекомендаций в сфере обеспечения экономической безопасности коммерческих предприятий, оценка возможных финансовых потерь, обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики, планирования и проведения финансового контроля. Нужно сказать, что две специальности экономической безопасности и таможенное дело – это именно специалитет, а не бакалавриат и обучение здесь не 4 года, а 5 лет соответственно. Кафедра таможенного дела, заведующий кафедрой, кандидат экономических наук, доцент Степанов Евгений Александрович. Все, кто желает на таможью, вот Евгению Александровичу записывайтесь. Подготовка таможенных специалистов – это синтез юридических и внешнеэкономических дисциплин. Студенты проходят декларирование товаров и транспортных средств, международную торговлю, расчеты и валютные рынки, товароведение и экспертизу в таможенном деле. Также таможенный менеджмент. Знакомятся со спецификой документа оборота в таможенных органах и ценообразования во внешней торговле. Изучают тонкости таможенных процедур, таможенного контроля, таможенного оформления товаров и транспортных средств. Также штудируют экономику таможенного дела. Дорогие друзья, я перечислил 13 кафедр и все направления профилей подготовки. Кроме того, в структуре Высшей школы экономики и управления Высшая школа бизнеса, руководитель школы бизнеса, доктор экономических наук, профессор Горшинин Владимир Петрович. Владимир Петрович сегодня также находится в командировке. Есть представители. Вот Юлия Владимировна, я думаю, также сможет представить школу бизнеса, заведующей кафедрой новатики. Управление любым коллективом и предприятием – это сложная наука. Программа обучения бакалавров в бизнес-администрировании рассчитана на студентов, которые хотят изучить научные принципы управления и применение их на практике. Обучение проводится совместно с Открытым университетом в Великобритании. Во время обучения студенты получают уникальные знания об управлении различными отраслями бизнеса и проходят стажировку, во время которой затрепляют полученные знания на практике. Для студентов обязательно углубленное изучение английского языка. В процессе обучения студенты овладевают искусством разработки бизнес-стратегии, бизнес-тактики, выработки решений в кризисных ситуациях. По окончании бакалавриата студент получает диплом британского образца возможно дальнейшее обучение по программе MBA. Собственно, в школе бизнеса пройти обучение по программе мастер-делового администрирования могут все выпускники бакалавриата и специалитета высшей школы экономики и управления, то есть выпускники не только школы бизнеса. И, наконец, экономический колледж, директор экономического колледжа, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России Константин Генрихович Трот. Здесь также с нами в этом зале. Как я уже сказал, колледж осуществляет подготовку по программам среднего профессионального образования, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, реклама, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, земельно-имущественные отношения. Поступление в экономический колледж производится на базе 9 и 11 класса. Выпускники колледжа имеют возможность поступления на экономические специальности Южноуральского университета без сдачи единого государственного экзамена на основе наших внутренних экзаменов. Дальнейшее обучение в высшей школе экономики и управления для этих ребят осуществляется по ускоренной программе. В начале нашей встречи было сказано, что университет участвует в программе 5.100. И в связи с этим в университете планируется реализовать большое количество мероприятий для того, чтобы сделать вашу карьеру успешной. Я бы здесь хотел более подробно назвать основные мероприятия, которые коснутся каждого студента высшей школы экономики и управления непосредственно. Во-первых, это формирование индивидуальных образовательных траекторий, привлечение ведущих зарубежных ученых в преподавательской деятельности, формирование англоязычной среды, в том числе реализация англоязычных образовательных программ, выделение зоны элитной подготовки для талантливых абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, развитие программ двойных дипломов, программ включенного обучения совместно с зарубежными вузами-партнерами, организация элитного бизнес-образования в рамках подготовки бакалавров и магистров бизнес-администрирования, развитие системы стипендиального обеспечения и грантовой поддержки, организация взаимодействия университета с высокотехнологичными зарубежными и российскими компаниями, мировыми лидерами, в том числе организация практик и трудоустройства в эти компании, вовлечение студентов высшей школы экономики и управления, формирование инновационной предпринимательской среды университета, молодежный бизнес-инкубатор, инновационный центр, виртуальный банк, биржа и так далее. Внедрение новых моделей и технологий образования, таких как массовые онлайн-курсы, так называемые MOOC, LMS-обучение, e-learning и так далее. То, что сегодня активно внедряется в международном образовательном пространстве. Для подготовки управленцев широкое использование профессиональных кейсов, деловых и организационно-деятельностных игр. Дорогие абитуриенты, свое выступление я начал с проблемы выбора. Сейчас перед вами стоит главный выбор, выбор будущей профессии. От этого выбора в значительной степени зависит ваш будущий успех. Думаю, присутствующие родители подтвердят мои слова. Поступайте в Южноуральский университет, в высшую школу экономики и управления смелее. Мы вам поможем. Сделайте правильный, успешный выбор.